Вы знаете, я познакомилась с его выступлениями в Конгрессе. Я сначала даже не поверила, что такое «так можно было говорить». Зачастую некоторые его выступления. Это выступления, которые пришлись на 1975 год в Америке, где еще не стихли до конца волнения, связанные с Вьетнамской войной, с выступлениями. А эти выступления против Вьетнамской войны были очень широкие, масштабные. И они подняли градус общественного недовольства в Америке тогда. Вот послушайте, что выступает, что говорит Солженицын на приеме в Сенате США. Недавно ваша страна пережила длительное вьетнамское испытание. Утомившее и разделившее ваше общество. Часть ваших военнопленных, вернувшихся, рассказывали вам, что их пытали. Это лучшие ваши люди. Эти ваши первые герои, которые в одиноком поединке устояли. В скобках аплодисмент. Где здесь Солженицын, родитель за справедливость, за правду, говорит о погибших вьетнамцах? О том, как напалмом сжигали детей мирное население. И не только там погибли. Там погибли и корейцы, и китайцы. Там было очень много людей других национальностей. Почему Солженицын об этом не говорит? И о вьетнамских солдатах, которые, кстати, очень многие потом покончили с собой. Он говорит, это ваши первые герои, которые в одиноком поединке устояли. Следующее. США, хотят они того или не хотят, поднялись на хребет мировой истории. И несут на себе тяжесть руководства. Если не все мира, то добрая половина его. Поэтому и вы, члены Сената и члены Палаты, представители, каждый из вас не рядовой член рядового парламента. Но вы взнесены на особую высоту в современном виде. Как? США давно проявили себя как самая великодушная и самая щедрая в мире. Страна в мире. Кто помогает больше всех и бескорыстно? США. Так вот, националистическая, антисемитская и кулацкая, это мое мнение, кулацкая по своему характеру позиция Саша Луницына обернулось его корыстным угодничеством перед властью, хотя и другого государства. Это не напоминает некоторое такое конъюнктурное угодничество, которое было и в нашей стране перед властью 30-х годов, и перед Сталиным. Оно, может быть, наверное, было и позже, но, может быть, уже не с таким градусом. Так вот, Солженицын явил этот тип писателя, который пытался конъюнктурно использовать власть для своих частных корыстных целей. Кстати, как-то на одной из дискуссий по поводу Солженицына я определила, я скажу достаточно жёстко, Солженицынщина – это кулацкий метод в культуре, потому что кулак ориентирован на свой частный интерес, на укрепление, на усиление своего, и своей собственности, и своей власти как собственности, а собственности как основы власти. Солжение следует...